В субботу Носка состоялся центральный матч 12-го тура западной зоны первенства Украины по мини-футболу среди команд первой лиги. Местная МФК Одесса принимал лидера турнирной таблицы Черновецкий Меркурий. К сожалению, зацепиться за важнейшие очки с лидером Одессе не удалось. Матч изобиловал всякого рода недоразумениями, курьезами, рикошетами, что в итоге привело одесситов к поражению, которым после матча зрители благодарно аплодировали, несмотря ни на что. А все потому, что молодежь Одессы дала настоящий бой опытному бойцу, ставящим перед собой задачу выхода в высшую лигу и имеющим для этого все. Что еще нужно для того, чтобы показывать классный футбол? Конечно, везение. А его у гостей в этот субботний вечер было хоть отбавляемо. Шутка ли? После ряда ошибок, вернувшегося в строй Павла Цибенко, игравшего, кстати, с травмированной рукой, счет на табло стал 0-2 уже на четвертой минуте. А после сумасшедшего гола в ответ от Капко он увеличился еще вдвое и не в нашу пользу. Пропустив на девятой минуте четвертый мяч, подопечные Романа Смирнова включили жесточайший прессинг, который привел к тому, что возле ворот Купченко стали возникать неплохие моменты. Да вот сам кипер инопланетных не хотел пропускать, а паромяч просто пролетал мимо. Впрочем, перед перерывом Алексей Моторный все-таки добился своего. 2-4. После перерыва Одесса взвинтила темп и вскоре усилие Владимира Апаривского сократило отрыв гостей до минимума. 3-4. Казалось, вот-вот горожане отыграются, но очередной рикошет и снова гости впереди на двоечку. Буквально через 30 секунд интригу возродил Сергей Златов точным ударом в дальний угол, но на большее одесской молодежи не хватило. Забивали только гости, причем сделали это еще трижды. В итоге 4-8. Но это как раз тот случай, когда за игру Одессы не стыдно. Ребята сражались до конца, просто им пока не хватило опыта, выдержки и где-то везения. Я не могу сказать, что эта команда была слабая, очень подвижная, мобильная. Однозначно ребята настраивались на тяжелую игру, при том, зная урок, который мы получили на кубок, может быть, немножко недооценка, где-то нам помогло настроиться и собраться на эту игру. Впечатление двуякое такое. Проигрывать 8-4 из 8 мячей, забивать себе 6. Естественно, я не могу сказать, что там команда Черновцов переиграла на сегодня. Команда только построилась, это их третья официальная игра. Они играли сегодня с лидером, с командой Черновцов, которая стоит задача выхода в высшую лигу. Мы расстались с игроками, омолодились, поэтому, в принципе, для этой команды, дай бог, чтобы мы так же работали, дай бог, чтобы мы до следующего сезона подняли финансовую базу в этой команде, добили сюда пару человек, 3-4. И эта команда через год будет давать такие результаты. Продолжение следует...